Сейчас можно будет, принимая звонки и смс, вывести свой телефон на самоокупаемость. То есть вы можете больше не тратить деньги на связь и, поставив наше приложение, свободно зарабатывать на это. Это, конечно, революция в мобильной рекламе, которая позволяет любой телефон вывести на самоокупаемость. Сейчас посмотрим ролик, потом расскажу, какие доходы и как это вообще будет осуществлено. 2011. 3 миллиарда 300 тысяч миллионов долларов США было потрачено на мобильную рекламу под Синюнео. 2015. 20 тысяч миллиардов 600 тысяч миллионов долларов США будет потрачено на мобильную рекламу под Синюнео. Отключись к системе World AdCash и твоя сеть пользователей AdCash будете зарабатывать деньги каждый раз, тогда вы будете смотреть рекламу на своем мобильном телефоне. AdCash это революционная технология в мире мобильной рекламы, которая позволит компаниям доставлять свои рекламы, пока этого не случалось раньше. Эта система превратит твое мобильное устройство в медиаплатформу для получения рекламы в тот самый момент, когда люди будут уделять все свое внимание телефону. Когда они будут отвечать на звонок и смотреть на экран, чтобы узнать, что им звонить. Стань чемпионом самой быстро развивающейся индустрии в мире. Это просто. 1. Подключись бесплатно к AdCash. 2. Установи на свой мобильный телефон Android приложение AdCash или купи Diamond Phone и начни зарабатывать деньги каждый раз, когда ты будешь получать звонок, смотря рекламу. 2. Приглашай друзей, семью, коллег и знакомых подключаться к AdCash и построй свою сеть пользователей AdCash. Чем больше они будут смотреть рекламу, тем больше ты заработаешь. Это легко с нашей Bolt Debit Card. Это Bolt AdCash. 3. Окей, сейчас я расскажу, как эта технология будет осуществлена в России, как она будет работать и как сейчас работает в этой версии приложение. Тебе кто-нибудь набирает? Да, давай набирай. Соответственно, на этом телефоне установлено приложение сейчас и при входящем звонке мы будем видеть, что появляется реклама. Соответственно, любой баннер, который мы для того, чтобы принять звонок, нажимаем «Я посмотрел». Ну и дальше отвечаем или сбрасываем. И что происходит в этой ситуации? То же самое и с СМС. То есть, когда вам приходит СМС, демонстрируется рекламный блог. Смотрите, какая особенность. Кому платят деньги рекламодатели? Рекламодатели – это очень крутые ребята, у них денег много. И они готовы платить за то, чтобы люди получали информацию об их товарах и услугах. Ну вот, мы идем по городу, стоит Билборд. Соответственно, второй, третий – это сеть рекламных носителей. Они принадлежат компании. Компания платит аренду за то, что эти Билборды стоят на земле нашего города. Соответственно, вот рекламодатель. Ну, например, Икея. Икея, она, чтобы люди увидели о том, что у них скидка на тумбочку, обращается к компании, которая владеет Билбордами. И, соответственно, платит ей деньги. И на Билбордах появляется реклама Икея. Теперь смотрите, что у нас происходит. Телефон становится рекламным носителем. Установленное приложение, которое бесплатно просто человек скачивает, позволяет вам создать точно так же сеть. И есть компания Global Mobile Network. Обращается Икея, чтобы попасть в сотовые телефоны людей в тот момент, когда они максимально сконцентрированы на принятии звонка или смс. Но самое интересное, что людям за это платят деньги. То есть за любой входящий звонок и за любую смс-ку вы получаете 5 центов. 5 центов и ваш доход в месяц может быть 2400 рублей. То есть вы можете максимум на входящих и на смс-ках заработать 2400 рублей. Кто в среднем на связь тратит 1002 в месяц? Ну, поднимите руки. В принципе, это общая корреляция. Соответственно, в целом люди тратят 1002 на связь. И это позволяет вам просто бесплатно поставить в приложение, вывести телефон на самоокупаемость. Вы видите рекламные акции, которые происходят в вашем городе. Потому что реклама будет таргетирована через наш московский офис. Любое предприятие в Челябинске, ресторан или ночной клуб, может дать рекламу, таргетированную только по Челябинску, для молодых людей от 18 до 25 лет. Если это взрослый человек, он может увидеть рекламу какого-нибудь лекарства. А если это девушка, то, скорее всего, джилет она не увидит. Но парни не увидят рекламу Космополитена, потому что здесь заполняется небольшая анкетка, и реклама доставляется именно той целевой аудитории, за которую готов платить рекламодатель. Допустим, журнал Космополитен не готов платить то, что 50 мужчин посмотрят эту рекламу. Ну, наверное, это не самое эффективное. Зачем на это тратить деньги? Но, самое интересное, компания часть денег отдает тем, кто, соответственно, пользуется этим, часть денег оставляет себе, а часть денег она тратит на то, чтобы люди развивали сеть рекламных носителей. И если по вашей рекомендации человек поставил приложение на свой телефон бесплатно и начинает выводить его на самоокупаемость, 20 центов компания в неделю готова вам платить с одного установленного приложения. Если человек указывает ваш ID в качестве человека, давшего информацию. Соответственно, много это или нет? 20 центов – это 6 рублей. Ну, 6 рублей, соответственно, деньги такие смешные. Но если это будет, допустим, 5000 телефонов, которые, допустим, пару институтов или пару общак бесплатно поставили, выходят на самоокупаемость, но это крутой рынок для ночных клубов, для тех же Кошкиных, да, которые смогут грамотно доносить информацию про свои вечеринки. И здесь получается уже 30 тысяч рублей в неделю, пассивный доход, вот с такой сети, которую вы сдаёте в аренду крупным рекламодателям. Идея очень простая, и сейчас она будет реализована. В этой версии программы работает пока для андроида. В Apple звонилку пока не получается встроиться на приложение в разработке. То есть оно точно так же будет в App Store. Компания уже заявила об этом. Соответственно, здесь, ну, за месяц можно, если это в неделю, за месяц получается у вас умножаем на 4. 120 тысяч рублей можно только с этого источника дохода иметь.